Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Ситуация вокруг меняется и ужесточаются правила карантина. Ребята, напишите в комментариях, как вы проводите время дома и как поддерживаете в себе позитивный настрой сейчас. А в этом видео я покажу вам неизданный ролик с походом в антикварный магазин в Калининграде. Когда я был в Польше, решил заехать и в Калининград. Кстати, уникальное видео «Музей Янтаря» уже есть на канале, посмотрите, кто не видел. В данный момент мы не можем просто выйти на барахолку или антикварный магазин, так как он закрыт. Но работает почта и замечательный сайт Виолити. Если у вас была мечта купить редкую монету Украины к себе в коллекцию или, возможно, картину известного художника, сейчас самое время, так как появляются раритеты, которых давно не было на аукционе. Ссылка на аукцион и YouTube-канал будет в описании. Ну что, поехали? По времени из Гданьска в Калининграде заняло около двух часов. И моя задача, конечно, была посмотреть, какие есть музеи в Калининграде, музей Янтаря, просто погулять. И вот такой вот магазинчик интересный я обнаружил. Давайте посмотрим. Тарелки. Разные-разные штучки. Вот тут прям при входе, да, сразу какие-то интересности. А вот собака тоже, посмотрю, как мы увидели. Похоже. За 100 тысяч рублей. Ну да. Сколько такая стоит? А в какую цену у вас собачки? Собачки тарелочки? Или вот эта собачка? Сначала эта, потом тарелочка, вот кошка. Вот эта красавица из-за того, что ей 182 года, и она единственная на этой планете Земля. Кто? Собака? Вот эта, да. Сколько ей? 182. Так, понятно. Тогда еще не делали такое. И сколько она стоит? 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей. А лошадь в какую-то? Лошадь в 3 тысячи. Это ЛФЗ. Ломоносовский фарфоровый зал. А сколько с табак такая? 3000. Угу, класс. Ну, в целом я вам показывал каталог по фарфору, как определять то, что стоит дорого, что действительно ценно. Ну, в данном случае я не эксперт по этой теме, так что будем просто смотреть визуальный вид. Ух ты, поезд какой-то, блин, круто. Какие-то штуки. Это же не трубка просто такая. Какая-то, не знаю. Это похоже на голову Гитлера. Это трубка. Она и есть. Это какие-то трубка Гитлера. Ух ты, а что это такое? А что это за кот? Интерверь на ручалках, блин. А котик держит мышь, которая стучит. Вот это круто. Почем повелитель Египта? Это кот. Кот. 250. И что, с ним удача, успех? Это дядечка собирает денежки. Блин. Такие плоские у меня. Всякие штуки. У меня маска уже есть. Маску я себе взял. Так что. Вот вдоль набережной какой-то небольшой магазинчик с антиквариатом написано. Ну, скорее всего, здесь только книги. Ребята, смотрите, что я прикупил в антикварном магазине. Это реально очень прикольная такая маска. Сейчас по состоянию дерева можно посмотреть сзади, в каком формате, какое дерево, как оно морилось. То есть оно технически реально довольно-таки старое. То есть такая тематическая маска, мне кажется, она реально стоит. Соплотил я за нее, просил за нее продавец где-то 100-120 злотых, честно говоря, у меня с собой было 70, ну, где-то злотых 90. Я сказал, что вот, парень, у меня вот есть 90, хочешь, давай так, ну, либо попозже и когда-нибудь зайду на обратном пути. Ну, он решил, решил, раз есть покупатель, раз дает деньги, надо соглашаться, тем более маска у него дофига других было. Вот такой вот подарок, вот такая вот маска. пополнит коллекцию, либо пойдет кому-то на подарок. Гляньте, какая, как вам? Лев какой. А сколько такой лет стоит? 30. Он такой прикольный, прям вообще. А кто производитель? Франция, да, он же 19 век. И вот статуэтки. И африканские, да, вот это вот. Да, это считается семейный символ. О, даже украинская тематика есть. Ну, там, в таблицке, да, как это. Ну, эти конкретные статуэтки довольно распространены, я видел их и на барахолках, и так, в магазинах. Мотивы. Это, какого? Полонная послевоенная, и вот мальчик тоже оттуда. Ну, вот в такой вот книжечке можно посмотреть, какие статуэтки на самом деле, сколько стоят. Здесь очень много разных изделий. Вот. Их в таком формате, что изделия, название, и ориентировочная цена в долларах. Даже вот по поводу тех мотивов, тех, которые мы видели. Они здесь размещены. Вот видите, 30-40 долларов. В данном случае, ну, есть подешевле. Конечно, очень важно состояние. То есть, чтобы не было никаких сколов, чтобы они были в идеальном состоянии. Я бы не покупал их вот так вот, прям на барахолке. Лучше, конечно, хотя смотреть живьем лучше всего живьем, но что там оно может стоять, коцнутый и так далее. А мальчик-то кто? Непонятно вообще, школьник что ли какой-то? Мальчик. Похож на какого-то, на большиня немецкого школьника. Нет, это полон. Ну что, друзья, получилось вот такое видео с поездки. Напишите, насколько вам интересен формат именно показа поездок в другие города и какие-то вот такие магазины или барахолки. Если тема интересна, я буду продолжать снимать в таком формате. Также поставьте лайк, поддержите мой канал. И всем пока!